Как укрепить здоровье? Сейчас этот вопрос особенно актуален, ведь зимой наш организм часто дает сбой. Сегодня на страже здоровья новейшие методики, среди которых и древнейшая отрасль медицины, физиотерапия, в ее самом современном и прогрессивном виде. О том, насколько действенна и как работает эта методика, узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Виталий Васильевич Шматалюк, ведущий специалист клиники «Витодизайн». Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада видеть вас у нас в студии. Как так интересно получается? Физиотерапия, древнейшая отрасль медицины, как мы сказали. И тем не менее, сегодня, насколько я понимаю, она остается наиболее действенной. Расскажите об этом. Как так? Да, это действительно очень актуальная медицинская дисциплина. Видите ли, в прежней, так сказать, профессиональной жизни я был анестезиологом. По 2000-х годах, 16 лет работал анестезиологом. Анестезиология – это элитная профессия, элитная дисциплина, но это очень агрессивная медицина. И глядя на больного, специалист выбирает меньшее зло из нескольких. Физиотерапия, я полюбил ее за то, что она абсолютно лишена агрессии, но порой дает невероятные результаты при лечении даже очень серьезных заболеваний. Физиотерапия в клинике Витадизайн, она несколько эксклюзивна. Мы очень любим инновации. Нам нравится делать что-то первыми. Ну, например, Криосауна, которая работает в нашей клинике, опыт ариокриотерапии у нас почти 13 лет. Мы были первыми, и мы продолжаем. Мы первыми купили аппарат для тест-терапии Трансир 05. Это вообще длинная история, но желающие могут посмотреть на сайте нашей клиники, что это такое. Это тоже очень интересная вещь, когда можно лечить десятки самых разных заболеваний, не применяя никаких лекарств или инвазивных методик. И, наконец, очень серьезная тема нашей клиники – это кишечный диализ. Дело в том, что мы, по крайней мере, на нашей половине Российской Федерации, единственные, кто выполняет эту процедуру. Просьба не путать ее с процедурой гидроколонотерапии. Гидроколонотерапия – это, простите, механизированная клизма, которая имеет, по всякому случаю, по требованию FDA, Food and Rack Administration – это американский аналог Росздравнадзора, очень строгий. Эта процедура имеет только одно показание – это подготовка полосной операции. Кишечный диализ имеет огромные, десятки показаний от лечения, скажем, экземы, псориаза до лечения тяжелых патологий печени или сердечно-сосудистых патологий. Гидроколонотерапия – цель процедуры – это кишечник. В нашем случае кишечник не цель, а средство доступа в организм. Мне здесь не обойтись без эпиграфа. Легенда британской медицины в Лорд-Англии сэр Артур Херст однажды сказал, «Ни с одним органом в теле не связано столько непонимания, неправильных представлений и плохого обращения, как с толстым кишечником». Поверьте, актуально по сей день. Актуально по сей день. Человек-то не изменился? Человек не изменился, да. Кишечник – это самый кровоснабжаемый орган человека. 80% объема циркулирующей крови находится в данную секунду в нашем кишечнике. Кишечник – это 80% иммунокомпетентных структур организма. То есть это огромная территория иммунной системы. И вот мы, это процедура, на которой мы со всем этим занимаемся. Мы идем потихоньку от эмпирической медицины к доказательной. Когда-то, много лет назад, я случайно обнаружил, что человек, пришедший ко мне по другим причинам, избавился от псориаза. Сегодня мы лечим псориаз так, как, ну, я боюсь, никто, кроме нас. А я видела на сайте у вас представлены фотографии. Все могут зайти и посмотреть. Действительно поразительный результат. Там, если не ошибаюсь, девушка, да, у вас проходила лечение. Расскажите эту историю. Несколько девушек, да, у нас на самом деле несколько фотоальбомов, но демонстрировать можем только то, что позволяет нам сами, так сказать, фотомодели. Конечно. Вот псориаз, экзема, нейродермиты, дерматиты самые разные, атопический дерматит. Мы иногда исправляем случаи, то есть мы успешно справляемся с патологиями, которые не подавались лечению в стенах, скажем, дерматологических лечебных учреждений. Вот. Потом, конечно, это, собственно, заболевание кишечника. Извините за такое слово, как запоры, но это невероятно актуальная проблема. И по нашим данным, из 100 женщин, по крайней мере, которые вошли в нашу клинику, на эту проблему пожаловались 68-70. Правда, из 100 мужчин только 5-7. Из 100 пришедших с этой проблемой к нам на лечение, 65 уходят с регулярным стволом. Это очень серьезно. И это очень интересно. Дисбактериоз, грандиозная проблема. Вот Елена Васильевна Малышева, наша все в телемедицине, она считает, что дисбактериозы – это выдумка российских маркетологов. Ее коллега по цеху Сергей Агапкин, ведущий программы о самом главном на телеканале «Россия», напротив, говорит таким, как мои пациенты, что такие, как я, удаляют им всю полезную микробную флору, причиняя серьезную проблему дисбактериоза. На самом деле, наши процедуры, мы лечим любые дисбактериозы любого типа, любой степени тяжести. Знаменитый профессор Осипов, он сейчас руководитель академической группы в институте имени Бакулева, он недавно сказал, что возникла устроена необходимость в создании новой специальности, врач-специалист по микробиоцинозу. Так вот, мы в этой теме очень глубоко, мы очень хорошо справляемся с любыми типами дисбактериозов в любой степени тяжести. И вот в настоящее время я дописываю Баковскую статью, для того, чтобы она родилась, мне пришлось компилировать из разных научных источников разные данные. И оказалось, что при тяжелой хронической сердечной недостаточности в крови человека обнаруживаются так называемые эндотоксины в высоких концентрациях. Чем тяжелее течение заболевания, тем их больше. Чем тяжелее течение псориаза, тем больше этих самых эндотоксинов, так называемых липополисахаридов, а это осколки оболочек нехорошей микрофлоры, тем больше их в крови. Чем тяжелее течение запоров, тем больше в крови липополисахаридов. Тяжесть течения у детей, это совершенно разные работы, разные диссертации. Тяжесть течения у детей атопического дерматита впрямую коррелирует с концентрациями эндотоксинов в крови. Может быть это одно из обстоятельств нашего успеха при лечении вот этих перечисленных патологий. Даже ревматоидный артрит у нас идет очень хорошо. Мы не можем его вылечить, но мы повышаем качество жизни этих больных. То есть я правильно сейчас поняла, что напрямую все идет от кишечника изначально? Да, конечно. Все вот эти заболевания, которые вы сейчас перечислили. Да, кровь. Бенозная кровь из кишечника, скажем так, грязная кровь, по нижней воротной вине идет в печень, которая пытается ее очистить, отфильтровать. И мы спасаем печень, мы меняем качество крови и мы позволяем печени вздохнуть, печеночная клетка, гепатоцит начинает дышать и восстанавливаться. Это объясняет очень многие результаты нашей работы, положительные результаты клинические. А стоит ли использовать такие или, может быть, подобные методы лечения с целью профилактики каких-то заболеваний? Да, конечно. По данным американских исследований, толстая кишка – это огромный склад канцерогенов, которых они насчитывают здесь до полутора тысяч видов. Я насобирал несколько разных работ в интернете. В основном это англоязычные труды. Один из них от 1921 года, который подтверждает прямую связь между состоянием толстой кишки у женщин и рисками рака молочной железы. Профессор Макс Герзн, американский онколог, говорит, что вот эти внутрикишечные канцерогены есть один из главных факторов риска рака толстой кишки. У нас, я не могу найти точной статистики структурной по этой теме, но если сравнивать цифры, на дорогах страны, нашей страны, в ДТВ гибнет ежегодно около 30 тысяч человек. А в Соединенных Штатах раком толстой кишки заболевает ежегодно 144 тысячи человек. И несмотря на очень обеспеченную финансовую медицину, 57 тысяч американцев ежегодно отдают богу душу только по причине колоректального рака. Наши процедуры, они освобождают огромную территорию толстой кишки от этих самых канцерогенов, от этих антигенов, от не очень хорошей микробной флоры, продуктов и жизнедеятельности. И все это вместе взятое называют биопатогенной массой. То есть ее удаление восстанавливает в кишечнике те условия, на фоне которых наша любимая микробная флора, которая работает на нас, ее называют индигенной, облигатной, резидентной. Она быстро восстанавливает свою численность и баланс. В результате улучшение качества пищеварительной функции толстой кишки, нормализация процессов обмена, повышение качества жизни. Это все очень серьезно. То есть, да, процедура совершенно безболезненна, она комфортна и эстетична. Во время процедуры, это бренд нашей клиники, это надо оформить как бренд. Во время каждой процедуры, мой пациент услышивает монолог, мой монолог. То есть, это лекции о здоровом питании, курс здорового питания. Это авторский материал, цель которого, ну видите, большая часть проблем, с которыми к нам приходят, она появляется из тарелки. Поэтому, если после этих разговоров, я стараюсь быть убедительным, то есть мы с пациентом должны наладить терапевтическое сотрудничество. Да, и это не просто технически вот сделать эту работу, очистить организм. А если я сделаю моего пациента адептом идей здорового питания, то, ну... Он будет здоров как минимум. Конечно. Анастезиология неблагодарна в том, что я не вижу отдаленных результатов своей работы. Мы видимся с моими пациентами, как правило, однажды. А физиотерапия, вот с 2000 года, 18 лет, больше 18, я наблюдаю и пациентка, которая пришла ко мне в ноябре 2000 года, раз в полгода она навещает нас и проходит этот курс. 18 лет. 18 лет, да. И она считает, что в те 50 она выглядела и чувствовала себя хуже, чем в эти 68. И это правда. Да, да. И вот мы говорили, простите, про запоры, которыми она страдала до нашей первой встречи. И вот теперь она говорит, что каждое утро с моим именем на устах она посещает, да, вот этот кабинет, этот туалет. Вот такие дела. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу в нашем разговоре. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Правда ли, что ту самую процедуру, о которой мы уже много сегодня сказали, кишечный диализ делают только на Дальнем Востоке, только у вас в клинике? Да, это так. Если воспользоваться гуглом, англоязычным, например, то мы наберем, скажем, intestinal dialysis или gut dialysis. И максимум, что мы найдем, это статья о применении сорбентов внутрь. То есть активированный уголь, порошок акации, аппаратного исполнения процедуры вы не найдете. То есть это предмет нашей гордости. Вообще, надо сказать, что физиотерапия в России, ну, слава богу, остается пока еще одной из самых сильных в мире. Вот тут нам точно можно говорить, я не скажу про балет, но физиотерапия у нас на высоте. И, к сожалению, эта тема не так здорово раскручена в стране. Может быть, потому что она слишком проста и решает слишком сложные проблемы. Может быть, это и мешает ей развиваться. Да-да, потому что мы готовы конкурировать много с чем в медицине. Но для своей статьи я компилировал в разных источниках интересные материалы. И нашел, что в Санкт-Петербурге врач-анестезиолог защитил кандидатскую по данной теме, используя тот же самый аппарат, на котором работаем мы, и ту же самую технологию. Он сумел снизить смертность от острого деструктивного панкреатита до 36%. Там в осложненных случаях, по-моему, доходит до 88%. А другой наш коллега, его зовут Али Умиров, он хирург тоже из Санкт-Петербурга, он снизил смертность от разлитого перитонита, это очень серьезная проблема, на 7,5%. Да, и еще один предмет нашей гордости, наш аппарат, которым мы проводим эти процедуры, АМОК-2Б, создан в Санкт-Петербурге. Компания-производитель, они продали более 3000 аппаратов, не только в России, но от Ливана, Израиля до Малайзии. Так вот, с 2010 года компания-производитель вкладывает в упаковку с каждым новым аппаратом инструкцию, пособие для в России по эксплуатации, которую написал ваш покорный слуга по просьбе компании-производителя. То есть мы об этом знаем все. Мне хотелось бы вернуться к вопросу о влиянии проблем кишечника на сердечно-сосудистую систему, если правильно сейчас объяснила, я думаю, вы меня поняли, вы упомянули немного это в первой части программы. Я думаю, что стоит на этом чуть более подробно остановиться, потому что не каждый подумает, что, казалось бы, где взаимосвязь, а она есть. Да, это очень интересно. Во время своих процедур я взял за обыкновение задавать некоторые вопросы. Это вот такой вопросник, я делаю это несколько лет. И, кроме прочего, я спрашиваю каждого своего пациента, любит ли он себя. 6 из 10 твердо говорят, что да, еще двое сомневаются. И двое, как правило, твердо заявляют, что они себя не любят. Так вот, потом я спрашиваю, знают ли они, что такое атеросклероз. Из 100 опрошенных правильно отвечают только 15. 85 не знают, что это такое. И тогда я им сообщаю, что по недавно Лео Бакерия, наше общество в кардиохирургии, озвучил статистику. Только исключительно атеросклероза в нашей стране, из каждых 100 умерших умирает 57. То есть, я говорю, понимаете, вы любите себя. Но пример любви, вы должны избавить от всяческих рисков. А это главный риск, и вы не интересуетесь. Ну и мне приходится им рассказывать, что это такое. Так вот, это то, что заканчивается инсультами и инфарктами. А это заболевание, которое сопровождается нарушением обмена холестерина. Так вот, весь холестерин, который мы съели, он потом много раз трансформируется химически, но усваивается большая его часть именно в толстой кишке. В конечном отрезке тонкой и в основном в толстой кишке. И все это очень здорово зависит от состояния микробиоциноза. То есть, от состояния вот этого микробного сообщества в толстой кишке. Повторяем и наводим здесь порядок. Так вот, у нас легко делать науку. Достаточно сравнивать результаты анализов крови, биохимический анализ, клинический иммунный статус, сделанные до, во время и после процедуры. Те изменения, которые мы у них видим, иногда просто ошеломляют. В том числе, это нормализация печеночных пруд, трансаминаз. Это нормализация снижения количества общего холестерина, если оно исходно было повышено. Это нормализация так называемого липидного спектра. То есть, вот говорят, есть хороший холестерин, есть плохой холестерин. Хорошего становится больше, плохого становится меньше. А клинические наши пациенты, имеющие какие-то сердечно-сосудистые проблемы, отмечают значительное улучшение качества жизни. Снижение. Я перестал останавливаться на третьем и четвертом, а поднимаюсь на пятый. Вот, например, так. Ну вот мы и подошли к слову как раз к лишнему весу. Этот вопрос, я думаю, еще особенно актуальным будет после как раз новогодних праздников, когда все привыкли вести не совсем здоровый образ жизни. И я знаю, что ваша методика работы в вашей клинике, она также помогает и в этой проблеме. Потому что лишний вес – это опять же сердечно-сосудистые заболевания. Расскажите немного об этом. Это панкреатиты. Это очень серьезный проблем. Да, дело даже не в том, чтобы лишний вес. Да, на фоне наших процедур, ну знаете, вот я уже сказал слово адепты. Во всяком случае, 6 из 10 пришедших в нашу клинику на это лечение становятся адептами идей здорового питания. И вот правильно, еще раз, налаженное терапевтическое сотрудничество, оно способствует хорошему снижению веса. Ну теряют прилично. Моя одноклассница проходила у меня этот курс. У нее серьезная сердечно-сосудистая проблема. Она потеряла в течение первых двух месяцев 8 килограммов. Это было в 2010 году. Сегодняшняя разница в массе тела по сравнению с исходной – 32 килограмма. 32. Это серьезно. То есть вот эти разговоры – это тоже лечение. Собственно, слово «врач» происходит от слова «врать» из древнеславянского. А «врать» – это не значит обманывать. Это значит говорить убедительно, убеждать пациента. Вот. И это теперь другой человек, который действительно любит себя. Вот как-то так. А новогодний стол – дело в том, что на нем вряд ли будет русская национальная кухня, на нем будет советская кухня. Вот этот салат оливье не имеет ничего общего с нашей национальной кухней. И все это съеденное вместе, оно приносит большие неприятности, от которых мы можем помочь освободиться. То есть, если есть проблемы с пищеварением после праздников, с лишним весом… Пищеварение, переедание, избыток алкоголя. Все эти проблемы, конечно, они отнимают какую-то часть жизни. Мы поможем вашему организму справиться с этим. Ну и более того, естественно, пациент, получается, становится моложе. Безусловно. Да, опять же, можно посмотреть у вас на сайте фотографии. Да. Потрясающе. Да. То есть, омоложение – это также… Путь к омоложению лежит через кишечник, в том числе, получается. Да. Ну и завершая эту тему, я хочу напомнить еще раз слова великого сэра Артура Ферста, лорда Англии, о том, что ни с одним органом в теле не связано столько непонимания, неправильных представлений и плохого обращения, как с толстым кишечником. Что бы я добавил к словам знаменитого британского врача в духе нашего непростого, скажем так, политизированного времени? Я бы сказал, что толстый кишечник – это неприятный, дурно паснущий и вместе с этим невероятно важный и влиятельный чиновник в государстве человеческого организма, от степени коррумпированности которого, от степени чистоты и функциональности которого в громадной мере зависит, как идут дела в этом государстве. Виталий Васильевич, спасибо за ту информацию, которую сегодня нам предоставили, рассказали. Она действительно немаловажная и это очень интересно. Спасибо за те уникальные процедуры, которые вы делаете у нас здесь в Влоге-Востоке. Да, я бы очень хотела, не прощаясь еще с вами, потому что очень бы хотела попросить вас от клиники Витадизайн поздравить всех телезрителей с новогодними праздниками и пожелать что-нибудь. Дорогие телезрители, дорогие приморцы, клиника Витадизайн и весь ее радушный персонал искренне поздравляет вас с наступающим Новым Годом. Мы желаем вам очень много здоровья. В первую очередь, это самое главное. В первую очередь, да, потому что это все. Здоровье это все. А вам огромное спасибо за вашу работу, за то, что вы делаете. Вашим коллегам тоже. Спасибо. С праздниками вас поздравляю со всеми. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Субтитры подогнал «Симон»